Всем привет, меня зовут Redragon, и сегодня мы будем смотреть новый патч Legends of Runeterra, который тут вышел, и короче, просто поехали смотреть его. Весь с новым патчем вышел новый режим в лаборатории, и короче, это очень прикольно. Итак, тут добавили небольшое обновление в Lost Movement, добавили нового защитника, новые эти задники для карт, новый этот, называется, стол, короче, новые моды, и короче, просто откроем патч-ноут и посмотрим, что тут. Они здесь предоставили, как называется, роудмап патчей, когда и которые будут. Зачем? Да, им просто, наверное, весело, но они так сделали. Новый режим в лаборатории, к которому мы придем чуть-чуть попозже. Прикольное, короче, что они сделали, это они добавили возможность добавлять три региона в синглтон-деке. Для этого, для нового режима арены. Ну, нового, он же не новый, вы поняли. Это там, где по одной карте можно только выбирать, а теперь можно выбирать карты из трех регионов. Это, наверное, прикольно. Еще-то они тут сделали немножко с декбилдером, затем чуть-чуть. Остомизация, эдитинг, карты драгаются по-другому, короче, ничего такого, но, в общем, да. По персонализации мы опять завезли очень много всего, потому что они начали делать упор на скинчики и всякую хуету. Соответственно, вот новая борда, которую завезли. Вот у нас новый гардиан, который у нас есть. Один из. Это ночная версия этого гардиана. То есть есть драгонлинг, есть найтшейд драгонлинг. Вот, собственно, ночной. То есть они вот такие вот веселые. Терезатника карты. И новый эмоут, который они добавили как награду за эпический квест в батлпассе, короче. И опять какие-то бесполезные эти дрочильни с экспедициями, архетипами экспедиций. И, короче, что-то тут они еще какую-то хероты понаписали бесполезной, короче. Вот. Что самое важное в этом патче, это новый режим лабораторий. Ну и, естественно, кастомизация для того, кому это важно. То есть вот можете купить драгонлингов за 975 этих ивентов. Ивента донат монеток. Вот такие вот прикольные штуки. Борда. Соответственно. Соответственно, опять же, гардианы. Вот они. Ну, он. Задники карт. Вот они новые. За 490 каждый. Охереть, как же это дорого. В эмоутах они, кстати, не добавили новый эмоут. То есть на него нельзя посмотреть. Потому что его нельзя купить. Потому что его можно разблокировать только в ивентовом этом. Вот этом. Я правильно понял. Это, собственно, нужно выполнить вот это вот, короче. Вот что я сейчас кручу где курсором. Вот это вот нужно будет выполнить, чтобы получить новый эмоут. Вот. Ну и, собственно, да. Идем смотреть новый режим лаборатории. Че там. В этом режиме. В каждом раунде у вас будут рандомные карты в руке. 5 рандомных карт. Вам будет приходить в руку, которые будут стоить от 0 до 3 манны. Они все будут флитинговые. То есть сгорать в конце раунда. И у вас будет 3 манны в каждом ходу. Которые можете потратить на эти карты, соответственно. Каждый второй ход вам будет приходить берстовый спалл, который позволит вам... Который будет стоить от 0 манны. Который позволит вам одну карту из руки оставить навсегда. То есть убрать с нее флитинг. Вот. И, собственно, все. Вот на весь мод. Поехали смотреть его. Я сыграл, на самом деле, всего одну катку. Нет, две катки. В общем, этот мод может быть очень веселым. Почему? Громко. Потому что тут приходят иногда очень сильные карты, которые просто ломают сразу всю игру. Уберем сразу нахрен вот это вот бесполезное все. Все тут мы оставим. Вот. То есть мне в первой катке пришел Ледрос и... Пришел этот... Бросил Формэйшн. А потом пришел спелл, который дает иллюзивность. В общем, я за два атакующих хода победил своего противника просто. Ну, собственно, вот у нас все карты наши флитинга. Вот у нас дается спелл, именуемый Пролонг. Который позволяет убрать вот этот вот флитинг с одной карты. Самое важное, флитинг висит на всех картах всегда. То есть если вы даже задрогали карту из руки вашего оппонента... То... Сейчас мы отыграем по-умному. Эта карта будет флитинговая. Когда вы заберете я. У вашего оппонента. Из руки. Сейчас попробую это, кстати, сделать. При помощи стронгарма. И я это сделаю. Потому что я не хочу оставлять в него эту карту. Я нет. И вот ему пришел Вармазер Сколл, который просто портит... А, окей. Который просто сломает мне всю игру. Потому что он будет сейчас каждый ход себе призывать халявных юнитов. Вот так вот. Так и живем. Собственно, бросил Формейшн до хера хереной. Поэтому пролонг сразу потрачу на него. И... Все. Пролонг будет приходить каждый второй раунд. То есть сейчас придут мне новые 5 карт. К нему придут новые 5 карт. И когда придет мне новый ход, у меня... Мне дадут еще один пролонг, соответственно. Я... Блядь. Так как у него... Ну я не выиграю, это уже 100%. Но так как у него... Сейчас будет перевес по количеству юнитов. Потому что он будет каждый ход призывать юнитов. Я буду стараться... Отыгрывать через количество все-таки. Через количество юнитов. Хотя на самом деле неправильно, наверное, сделал. Надо было вызвать... Хотя я бы не смог тогда отграть неинформанс. Окей, в следующем ходу вызываем Брайссилл Формейшн и пытаемся атаковать АХЗ. Прикольный Харт оф Лавт. Ну как бы да. Как говорится, мы ничего не выбираем. И вот сейчас на этот ход приход... О-о-о, Ледрос! Империан! Че делать? А че делать? Ледрос это карта, ломающая весь исход игры. А вот Империан, в принципе, тоже. Но Империан у меня уйдет просто под защиту от... Гладкого Солоиста. Но, блин... Я честно не знаю. А, сейчас посмотрим. Я налью себе воды, с вашего позволения. По поводу того, как лучше отыгрывать, на самом деле, на этом... В этом режиме. Я вообще нихера не знаю. Вот серьезно. Потому что такой рандом, что надо просто реально смотреть по ситуации, как лучше че делать. Всегда стараться карты сильные, которые могут реально переломить исход игры, сохранять при помощи пролонга. То есть, в моем случае это Ледерс, в его случае это Вармазер Сколл. И, в общем, вы поняли. Добавили, кстати, такую кнопку, на которую можно нажать всегда и посмотреть, что, соответственно... В чем суть этого ивента в лаборатории. Это прикольно, это красиво. Павкнутая Калиста против меня, это некрасиво, это неприкольно. Так же, как и то, что мне, опять же, нечего, опять же бросил Формейшн. Знаете, смотрите. Блин, я не знаю. У меня реинфорсмент, кстати, еще есть, но толку мне от него. Он сейчас одной Калистой сломает все лицо. В теории, кстати, можно забить на Ледерса и через Крауд Фейворит отыграть. В следующем ходу его вызвать. А я его не вызову уже. У меня все сдохнут к этому моменту. Точно надо будет чем-то дефаться. Давайте через Ледерса попробуем. Пофигу. Потому что это реально очень плохой старт, лично для меня. Ну, скажем так, для меня неплохой старт, очень хороший для моего противника. Потому что ему пришел... Борстил Формейшн два раза, ему пришел Вармазер Сколл. Ему пришла Калиста чемпиона, мне... Опачки. Че мне делать с этим? У меня есть Джаджмент. Прикиньте. Джаджмент это та карта, которая может позволить не убить Бротил Формейшн. Пиздос. Я проиграл эту игру, я ее не выиграю. Я не выиграю это. Я просто не выиграю. Делал тупой деф через Харроинг, я хз. И то я даже не знаю, сработает ли он, у меня вообще шесть существ умерло. Я хз, это нетгг. Конец. Вот. Ну ладно, в принципе, это мне ничего не изменило. Короче, моя задача была показать вам ивент. Я его вам показал. Типа, давайте мы предположим, что я все еще хочу победить. Нет, я все равно проигрываю, окей. ГГ. Вот, ну то есть, собственно, на примере этой карты, я думаю, вы понимаете, в чем может быть фан этого режима. То, что как раз таки за счет того, что приходят такие карты, их можно отыгрывать. За счет того, что у вас всегда три маны. Да, у вас три маны и три спелл маны. И с того их как бы шесть. Ну вот. Вы можете как бы отыгрывать прикольные штуки. И это прикольно. Вот. Поэтому. Чего? Обязательно посмотрите, потыкайтесь. Это, ну, прикольный режим лаборатории, на самом деле. Не знаю насчет его реиграбельности, но в целом он выглядит занятно довольно-таки. Отчет своего ран... Своей рандомности. Хотя он, на самом деле, не очень-то рандомный, как и вся эта конченная игра. Но мы это опустим. Так. Кроме лаборатории, обязательно выполняйте челленджи ивентовые, чтобы получить эмоуты и вот это вот все. Потому что, почему бы их не получить? И что там еще, кстати, в ивенте у нас? Ну и да, и заполняйте батл пасс, потому что я сегодня понял, что осталось 12 дней. Это очень мало. А это, ну, как бы, награды такие прикольные, поэтому надо чуть-чуть совсем погриндить. Прям самую малость. Вот. Так что, вот. Такое вот видео. Такой вот ивент. Такой вот патч, в котором... Что они сделали, по сути, это принесли лабораторию, подрачили... А, ну и синглтон чуть поменяли. Ну и подрачили архетипы экспедиции, как всегда. Вот. В общем. Да. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой паблик в ВК ВКонтакте. Там можете подписаться на Твиттер, на вообще на все. Приходите на стримы обязательно. На Твиче. И, собственно, еще раз спасибо. И всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok